Цель приведет тебя именно туда, где ты должен пойти. Звучит музыка. Звучит музыка. Ну как бы. Отдохнули немножечко. Мы кушаем. Добро пожаловать. Представляете. Сюда летели 9 часов. Тренировались неделю. Два дня сидим в зале. Как хотим нашу историю рассказать. Готовы? А можно начинать? Начинаем. А мы? А мы в прошлом году были в Таиланде. И у нас был прямой эфир про нашу историю как раз. И вы не померите. Он длился у нас 5 часов. Беспрерывного болтания. Да, и мы когда готовились к непридуманным историям, мы обсуждали, думали, как же эти 5 часов в 15 минут уложить. Андрюша, мы уже все обсудили. Нам сказали рассказывать. Слушай, тогда в 15 минут мы вообще не уложимся. Давай начинать. Время-то идет. Хорошо, давай. Начинаем. Лет 5 назад сижу я в Инстаграм. И тут мне в личку прилетает спам. А картика такая яркая была. И она сыночку жмякнула. И попала на страничку какой-то Ани Коновой. А там написано 30 директоров в первой линии. Да ладно. Я посмотрела ее историю успеха немного. И очень удивилась, что за такой короткий период такое количество групп. На тот момент мы с мужем уже 5 лет были в другой сетевой компании. И там такое количество групп было. Только у того человека. Собственно, у номера один. Звание сделали же в 90-х, когда компания только на рынок пришла. И вот я очень это удивилась. Меня это так зацепило. И оставило свет в моей памяти. Марина, ты опять вперед забежал. Давай сначала. С какого начала? Ну, со знакомства нашего. А то зачем еще? Ну, потому что со знакомства-то все и началось. Ну ладно. Мы познакомились на секции легкой атлетики. Андрей уже пришел в 7 классе. Я в 10 классе. Да, он старше меня на 3 года. Представьте, мы с ним бегали, да и ту же дистанцию. 400 метров с барьерами. Да, я закончил свою спортивную карьеру раньше. Марина, но продолжал ходить, тренироваться. И вот однажды ничего не предвещало беду. После работы я пришел на стадион. Я смотрю. Красиво. Красиво. Длинноного. Бежит. И все. Да, через неделю мы уже ячейка общества. Но судьба сразу стала испытывать нас на прочность. Мы прожили вместе 3 месяца. И потом в моей семье случилось горе. Трагические жизни. Трагические жизни. Ушла моя мама. Мы стали родителями. Мой десятилетний братик Олежка стал жить с нами. Мне 23, а мне 26. Мы работали. Я какое-то время проработала в организации по продаже обучающих курсов. Потом получила второе высшее образование. И пошла работа тренером. А я работал в рекламном агентстве. Оно было небольшое. Буквально несколько человек. А должность у меня была такая какая-то. Заместитель директор. Что же у мужчины вечно себя так приезжаете? Исполнительным директором ты был? По большому счету это было просто громкое название. Вообще все 8 лет, что я там работал, я занимался одним и тем же. Оформлял заказы на производство сувенирной продукции. Ну вы знаете вот эти все. Ручки, футболки с логотипом. Это вот все я. Работа была с клиентами, с людьми. Ну не сказать, что сильно нервная, но переживать приходилось. Потому что ты, буфер такой между заказчиком и производителем. Ну и что? Сразу край. В общем, мы бахали. И как многие работающие люди встречались дома по вечерам. А потом я оказалась в декретном. И когда дочи было 8 месяцев, я решила покупать продукцию одной сетевой компании через интернет. Но вы знаете, находясь здесь в декретном, нет особо времени ходить по магазинам что-то выбирать. И чтобы мужа лишний раз не беспокоит на выходные, я зарегистрировалась. Это был ноябрь 2013 года. Вообще, у меня всегда было понимание того, что нужно работать на себя. И когда я думала о том, что будут зарабатывать большие деньги, я представляла себе самолеты, пароходы, супермаркеты, сети. Это всё моё. А вот финансово – на звук. Потому, условно, только на том, чтобы пёс и фруктов возле дома ответил. Идея сетевого бизнеса тем утвернулась, что здесь можно зарабатывать действительно большие деньги и вкладывать в это не только тысячи собственных денег. И когда я поняла, что суть заработок – это было страшное дело, меня было сложно остановить. Да, и в это время, когда Марина строила планы по зарплату мира сетями супермаркетов, я продолжал ходить на работу. Но приходило осознание постепенно, что вроде зарплата была более-менее нормальная по метрам нашего города и платили её вовремя. Но годы идут. И на эту нормальную зарплату в жизни не купить. Новый автомобиль. Про новую квартиру вообще можно забыть. Плюс переработки. Плюс отпуск два раза в год по две недели. А самое главное непонятно куда дальше расти. Становиться директором прижимом директора. Ну, в общем, я постепенно тоже стал вникать. Да, он практически сразу включился в работу. Ну, представьте, он приходит домой, а я встречаю вас с криками. У меня регистрация, да, с бунтом. Ну, представьте, да, как тут не втянуться. Я помню, Марина попросила меня настроить плагин в одноклассниках. Там, правда, сам вообще чёрт ногу сломал. Программа ходила там, я её настроил, дружила с людьми. Мы потом письма электронные отправляли. И вот тогда у нас действительно проводился тот самый же тончик. Мы поняли простую истину. Приглашаешь людей, люди приходят, делают покупки. У тебя растёт товарооборот, ты директор, ты зарабатываешь деньги. Соответственно, мы сразу увидели... А, один момент слабый у нас. У нас всего лишь был один ноутбук, который выполнял определённое количество действий. Как вы такие подумали? А если будет десять ноутбуков? То действий же будет в десять раз больше. Знаете, что мы сделали? Мы взяли много ноутбуков, пошли в магазин, купили ещё один. И было время, когда у нас круглосуточно, не выключаясь, работало три ноутбука. Слава Богу, десять мы купили. Мы тогда жили в однокомнатной квартире. Вот представьте, из кухни мы сделали отдельную комнату для нашего, ну моего, братья Олежика. А в нашей комнате там дочь, рабочий кабинет, кухня, спальня, всё вместе. Вот он приходит с работы, мы садимся за стол, ставим ноутбуки и начинаем работать. Да, вот это вот масштабирование у нас, кстати, до сих пор устало. Если мы находим какие-то новые методы приглашения и к нам приходит там 20 человек, нас это вообще не устраивает. Мы сразу думаем о том, как сделать так, чтобы пришло и сто, и тысяча человек. И у нас это, кстати, получается. Вот так мы начинали. И стёкло радужно. Ну а потом начались сложности. Марина, ты опять вперёд. Ну что там ещё? Ну мы же пролюдились в той самой идее, как можно быстрее стать директорами. Ага. Да, но тут был ограничивающий фактор. Я же в это время ходил на работу. Да. И я, как умная женщина, сразу поняла, я этот бизнес в одиночке не потяну. Этим нужно заниматься только вместе. Потому что если он ходит на работу, а я свои тени развиваюсь, то получается диссонанс. У него там тупняк и никакого развития, а у него всё не пить. Постоянный рост и прогресс. Это очень опасно для семьи. И я сейчас семь девчонков говорю о том, что женщина – это шея. Мужчина – голова. А дальше вы сами знаете. И как вы думаете, что я стала делать? Я стала потихоньку рассказывать ему о преимуществах нашего бизнеса. О тех перспективах, которые перед нами открываются. В общем, стала потянула мозги. Благо мне его работа помогла. Да. Там не особо любили, например, когда я в отпуск уходил. Через год после регистрации мы поехали в отпуск. Первый раз в Таван на Неседни. Представьте. Солнце падает. Мы под впечатлением. Я возвращаюсь на работу. И первое, что я вижу – это недовольница директора, который мне говорит. Андрей Сергеевич, больше вы в отпуск в ноябре не пойдёте. Как год углядела. Вот это – это была последняя карта. Через месяц я укупалился. И, кстати, в ноябре я уже больше не раз в этот год спускай не ходил. У меня первый отпуск каждый месяц. А доход наш на тот момент составлял дешевый – пять тысяч рублей. Денег – звуки носа. Что-то надо было делать. И мы поняли – нужно навалиться всеми силами наличный рекрутинг и запустить командное обучение. Сказано – сделано. И через шесть месяцев, с того момента, как Андрюша уборился, мы открыли звание директора. А еще в 2015 году мы стали основателем нашего проекта. Вообще, изначально мы были частью большого проекта. Пожалуйста, пожалуйста, я историю историю. Какая история? Я помню. В общем, мы часть большого проекта, у которого, как полагается, есть вышестоящий руководитель. От нее мы получали регулярные письма на почту. И некоторые из них были довольно гадкие. Письмо за письмом она ругала своих директоров. «Что же вы такие? Никто ничего не знает!» Человек вообще не подумал о том, что эти письма получают и те, кто работают хорошо. В какой-то момент мое терпение лопнуло, и я написала ответное письмо. Ну что-то типа того. Да сами вы виноваты в том, что вас такие директора. Слово за слово мы поссорились и нас удалили из тех рабочих чатов. Да, результат этот ссор был такой, что нам пришло понимание, что если ты хочешь состояться в этом бизнесе, у тебя должно быть все свое. Своя система приглашения, своя система запуска, своя система обучения, но абсолютно все свое, чтобы ты сам был себе хозяином. Ну и конечно, чтобы ты уже сам мог удалять любых неугодных из проектов в любой момент. Урок был получен, урок был усвоен, мы запустили свой проект и стали развиваться самостоятельно. Это был момент нашего становления. А что же он еще? Точно? В том же 2015 году мы уже закрыли звание директора, но прошло-то еще целых пять лет до следующего звания. Пять лет работы 24 на 7. Пять лет нервов, пять лет выпавших волос. Понимаете, у нас было желание расти, были амбиции, но в компании не было самого главного – продукта, который было бы легко продавать продажца и покупать покупателя. Ведь это фундамент нашего сетевого бизнеса. В этом и был затык. И не было того самого замечательного роста, в котором мы так стремились. Хотя при этом у нас всегда был классный и личный, и командный ретунзик. Была высокая конверсия на первый заказ, но не было самого главного – повторных покупок. И вот, с одной стороны, наше желание расти и зарабатывать. Мы пахали по натуре. Если мы работаем, так это основательно. А с другой стороны, мы видели, что мы вкладываемся в дело, которое мы делаем душой, знанием, силами, а в ответ даже не можем держать свои директоры скидки. Андрюша, а ты помнишь, как мы проходили квалификацию путешествия? Слушай, ну там такой адреналин был, после которого уже ничего не надо. Вот нам и нашим партнерам нужно было в последнем каталоге квалификации подтвердить свой статус. И вот представьте, ночь, мы до 4 утра не спим, закрываем каталог. Звоним одному партнеру – она боится. Звоним другому – она пьяная. Мы ей что-то говорим, а она вообще никакая лыка не вяжет. Потому что стресс такой за 3 дней. У нас и у самих стресс не меньше, нам надо каталог закрывать. Вот слава вселенной. Как-то понакупили себе этой продукции, закрыли, выдохнули. После такого, честно, уже ничего не надо. В какой-то момент мы так стрессанули, что забили на работу и пошли бегать. Да, мы забили с любительским бегом. Знаете, сейчас круто развито, да? Знаете же, в каждом городе сейчас проводятся любительские забеги. А тогда это только зарождалось. И мы реально забили на работу вообще и начали тренироваться 1-2 раза в день, каждый день. Для того, чтобы осенью пробежать полумарафон на соревнованиях. И вы представляете, мы потом посчитали, оказалось, что за 4 месяца мы пробежали 5 полумарафонов. На минуточку каждый полумарафон – это 21 километра из 100 метров. Офигеть. Ну, в общем, в итоге вот этой вот бегать нить – минус 750 тысяч рублей товарооборота. Как вкусно. И вот уже все это мы металли все дальше. Я постоянно говорю, Марина, может, пойдем уже? А я отвечала, нет, Андрюша, не пойдем. Как же? Мы выиграли, мы преданные, мы прям как танки. Нам все равно, мы идем и идем. Был момент, когда мы совершенно случайно заглянули в каталог Фаберлик. Да? Да. Увидели акцию новичка. Она тогда в том каталоге такая жирная была. С порошком Гринли как раз. Сразу пишем нашему менеджеру. Ну, посмотрите в каталог Фаберлик. Посмотрите, какие акции. Пожалуйста, донесите до руководства, что эти акции нам нужны. Что именно на этом строится наш с вами сетевой бизнес. Но в отличие новых партнеров в системе повторных покупок. Там же как было, да? В каталоге сделал минимальные заказы. В следующем повторил. И подарок получалось. Довесите, пожалуйста, до руководства, что вот это вот нам надо. Мы хотели, мы пытались, но нас не слышали. Мы уехали в Тайвань и застряли там из-за пандемии. Был новогодний каталог 2020 года. Ну, вы знаете, в новогоднике каталоге вообще, когда все все сметали. А у нас впервые в истории, мы в семнадцатом каталоге набрали какое-то мизерное просто количество баллов. Гораздо ниже, чем в шестнадцатом. При этом работали там, как отче наш. Стабильный рекрутинг. Работа с командой. А в итоге ели, ели, ели. Ушавки. И вот, мы в торговом центре. Сидим на ступеньках. Уже как будто выничал в Макдональдс. И опять пишем письма нашему мэму. Ну, фигня. Мы делаем все, у нас ничего не получается. В какой-то момент нас это так достало, что мы дали себе слово. И если пройдет год, и мы так и не станем золотыми, ну что-то надо делать. Мы опять, мы опять. Представляете, опять навалились 70 рублей на работу. И прошло почти два с половиной года напряженного труда. Мы закрыли старшего директора. Мы все-таки открыли и закрыли золотого директора. А там уже началось. Когда началась СВО, компания подняла цены. Сначала на 20%, потом на 30%. Продукция стала очень дорогой. А мы свою команду очень хорошо чувствуем. И не важно на каком они от нас расстоянии. Ведь это же наше детище. И вот представьте, в чатах тишина. Они ждут, когда я выйду с объяснениями. Что-то скажу ободряющее. Направлю. И тут же я общаюсь с менеджером компании. И узнаю, что оказывается, уже месяц нет поставок в Россию. И тут же я у нее спрашиваю. А как же мне с командой работать? И знаете, на какой ответ у нее в совести хватило? А ты не говори, что поставок нет. Я походила с этими мыслями несколько дней. Время идет, команде нужно выходить. И я поняла, я не могу врать. Я могу говорить только правду. А если я говорю правду, то вместе с этой правдой я должна сказать, куда мы идем и что мы с этой правдой будем делать. И в это же время руководство компании проводит закрытую планетку для директоров. И на этой планетке говорят, что компания любит Россию, что они хотят вообще остаться в России. Но если европейское сообщество будет против, то они ничего с этим не смогут сделать. Я слушаю эти слова. И на фоне постоянного стресса у меня начинается паническая атака. То есть сознание еще не до одного, что происходит, а подсознание вместе с телом уже отреагировало на эти слова. И мы поняли, что если мы прямо сейчас не выйдем в команду и не предложим выход из этой сложившейся ситуации, мы просто всех потеряем. Люди и благополучные криминальные единицы уходили. А сейчас, если мы ничего не предпринимем, мы все потеряем. Деньги. Да бог с ними деньгами. Мы людей потеряем. И помню, я стою в дверном проеме. Смотрю вперед. Уже темнота. И я понимаю. Надо действовать. Все. Пришло осознание, что решение принято. Проанализировав ситуацию, мы приняли решение перейти в российскую компанию. А посмотрев небольшой список российской компании, мы поняли, что идти можно только в Фабиатлине. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И я вспомнила тот самый пост со странички Ани Коннорой. Аньчка, где-то там привет. Аня молодец. В плане личного бренда стабильно идут прямые эфиры. Я посмотрела свежие, посмотрела, как она общается и поняла, ну ничего так, мы сработаемся. И представляете, мы созвонились и два часа в четверо разговаривали. И, кстати, тогда выяснилось, что, оказывается, тогда, когда мне так острый личку пришел, а то он всего две недели этим методом работал. И он сработал через несколько лет. Никогда не знаешь, когда в твою команду придет готовый лидер с большой командой. Мы зарегистрировались. Я была настроена очень решительно. Была готова начать все сначала. Были даже мысли, что команда нас не поддержит. А я знал, что за нами все пойдут. Главное ведь что? Правильно выставить коммуникацию. Мы не стали всем и каждому писать в личку о нашем решении. Не стали писать об этом в командных чатах. Мы позвали всех на прямые эфиры. Команда уже была готова, чтобы выйти нас из службы. И за четыре дня мы провели вдвоем 15 часов прямых эфиров. Очень тяжелые, очень эмоциональные. И серьезные. Чего там только и не было найденных прямых эфиров. И в итоге-то я оказался прав. За нами пошли все в первом каталоге. Сколько у нас было регистраций? 397 регистраций. И в следующем каталоге регистрации. Правда? Андрюша у нас умный. Нет, правда? Очень умный. Теперь нам нужно было знакомить нашу команду. Снова для них ассортиментом маркетинг-планов. И мы поняли, что единственный верный инструмент в этом плане это планерки. И первые полгода мы проводили их регулярно. И именно с помощью планеров мы стали расти. Для препятствий-то особо-то не было. Команда была подушевлена широким ассортиментом и низкими ценами. Да мы до сих пор все в восторге. Кстати, еще до того, как мы пришли, мы, конечно же, читали отзывы. И лидеры там жутко переживали, что цены поднялись. А мы пришли, смотрим и думаем. Да чего же у вас так все дешево? Да потому что нам есть с чем сравнить. АПЛОДИСМЕНТЫ На что были похожи ваши чаты? Ты помнишь? Это было сказано. Наши командные чаты были похожи на чаты людей, которые вышли и стоили и попали в супермаркет. А вы представляете? А вы видели? У них Энри есть, и Тро, и Колгот, и Пятое, и Десятое. Маленькие дети, которые на Новый год получили не один подарочек, а стол. Такое счастье невероятное, такое настояние прикольнятое. Мы за 7 дней сделали директора, а за 9 старшего. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И на пол года уехали на зимовку в Таиланд. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И ПЯТМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что нас здесь вдохновляет? Мы видим, что компания понимает свою стратегию. Это очень воодушевляет. Стратегия заключается в том, чтобы дать своим потребителям широкий ассортимент качественной продукции по доступным ценам. В компании есть стержень, как в человеке. Компания понимает, что мы живем в конкурентном мире, что нельзя делать платную регистрацию, что нужно давать инструменты, с помощью которых мы сможем привлекать и удерживать новых потребителей. И эти инструменты работают. Мы за прошлый двухнедельный каталог пригласили полторы тысячи человек в свою команду. Такого вообще не требует. А еще компания «Фаберлик» поразила нас тем, что она умеет слышать. Я помню, как в предыдущей компании мы постоянно что-то предлагали, что-то писали, нас просто игнорировали. А здесь мы пришли, посмотрели на форумы отчетов и сразу написали нашему региональному директору Евгении Бешиной, что на то-то и то-то можно было бы улучшить. Нас тут же добавили в чат с менеджером в отчетах. И так было не только с нами. Обратную связь компания запрашивает и у других лидеров. Благодаря чему за прошедший год же изменилась путь отчетов и стала реальне удобной работой. Вот это то, что здесь есть сейчас. И это нереально круто. В общем, наш любимый «Фаберлик» — это рай для сетевиков. Аплодисменты.